Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня у меня для вас два потрясающих ролика. Просто, просто сравним двух священников русской православной церкви. Первого и второго. Мне очень интересно, что вы напишите в комментариях, как вы оцените первого и как вы оцените второго. Итак, первое видео. Я хочу кричать, как достучаться к вам, братья и сестры. Посмотрите, это паразита кремлевского. Сколько школ закрыл, сколько больниц, сколько вас убил, православных людей. За время своего правления слов нет. Я говорил, президент дебил из дебилов, урод из уродов. Вот вам премьер, живой и показательный. И опять за него будете голосовать, за эту тварь. Сколько убил ваших детей. Дочерей на яглу посадил. Притоны. Наркотой торговал. Крышевал все ларьки в Петербурге. Бандиты с бандитом. Как сказал Виктор Илюхин, нет ни одной статьи в уголовном кодексе, которую нельзя бы нацепить на это пидора кремлевского. Путина. Дебил, урод, пидор кремлевский. Я против ругательств, вы знаете, на этом канале невозможно услышать никаких матьюков. Но знаете, мне кажется, что примерно так выглядит реакция отца, который беспокоится о своих детях. Вот это настоящий духовный отец. Человек, который переживает за людей. Он не любит Путина не за того, что он что-то плохого сделал лично ему, там, не знаю, его церкви, его храму. Он не любит Путина не потому, что ему мешают идти в политику, этот человек не занимается политикой. Он не любит Путина за убывание численности населения нашей страны, за развал медицины, образование, отъем пенсий, за наши с вами проблемы. Он высказывает проблемы нас, своего народа. Вот это народный священник. Вот согласны вы со мной или нет? Напишите в комментариях. А теперь второе видео. Патриарх Кирилл. Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархии, об архиереях, о священниках, помните, что там даже капли правды обычно не бывает. Но все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашают, скомпрометировать так, чтобы народ перестал слушать и доверять. Я однажды был, ну, просто поражен общением с одним из владык. Вот мы летели с ним из одной страны в другую. Он в то время работал за границей. И он мне так по-братски, а мы давно с ним были знакомы, говорит, Владыка, ну, помогите, пожалуйста, деньгами. Нам очень трудно. Я сказал, ну, мы же вам перечисляем деньги. Да нет, ну, вы из своих помогите. Я поднапрягся. Говорю, что значит из своих? Ну, слушайте, у вас же 6 миллиардов долларов. Я посмотрел на этого владыка, говорю, ты не шутишь? Да нет. Значит, этот бред достиг сознания архиерея, он в него поверил. Ребята, я не могу. Те, кто сделали этот ролик, отличная вообще работа. Бронированный поезд, дача-храм в природном заповеднике, несколько яхт стоимостью 1,4 миллиона долларов, часы-бригет 30 тысяч долларов, множество других часов, огромный автопарк, лимузины, внедорожники, Мерседесы, классы S и многие другие. Патриарх Кирилл, он рассказывает о своей скромности, о том, что на самом деле у него нет никаких миллиардов. Вдумаемся, друзья. То, о чем рассказывает патриарх, это относится к тем временам, когда он не был патриархом. Не был патриархом. Это давний разговор он передает. Когда он был высокопоставленным церковным чиновником, можно так сказать, да, он был архиереем, но он не был еще патриархом. И уже тогда, уже тогда ходили как минимум слухи о том, что у него множество, множество денег, полученных самыми разными путями. И за все это время почему-то эти слухи никуда не рассеялись, их все больше и больше становится. Вот смотрите, кто меня давно смотрит, тот знает, что я человек воцерковленный, я не понаслышке знаю, что такое причастие. Несколько лет я пел в церковном хоре молодежном, можно даже фотки найти эти. Значит, друзья мои, что я знаю? Я не буду особо много распространяться. Ну вот примеры. Я знаю, что в церковной среде многие люди становятся епископами, после того, как они в определенные патриархийские кабинеты заносят сумки, чемоданы денег. Сумки и чемоданы денег. Во что эти потом сумки и чемоданы денег превращаются? Не очень понятно. Потому что, например, монастыри, я какое-то время трудничал в одном из монастырей, а вы знаете, у них денег вообще нет. То есть я знаю конкретный монастырь, я не буду сейчас называть, я знаю, что у них была проблема с рейдерским захватом, рядом с этим монастырем хотели чуть ли не казино построить там определенное время назад. И вы знаете, у них не было возможности как-то вот эти вопросы решить в финансовом плане. У них не было возможности повлиять на это, кроме как своими молитвами, что называется, молитвой, постом и какими-то переговорами. Вот они ездили, как-то договаривались, пытались договориться. В монастырях денег нет. Семинарии не шикуют. Может быть, какие-то благотворительные организации, вот сейчас были коронавирусные проблемы, многие люди теряют работу, у людей реально, мы много раз повторяли эту фразу, не знают, чем кормить детей. Может быть, церковь занимается раздачей пищи. Ну да, кое-где чуть-чуть раздают в основном людям, просто, скажем, бомжам. Но где целенаправленная массовая благотворительность от церкви, об этом не слышно. То есть в патриархию приходят чемоданы денег, и все, они исчезают, совершенно непонятно куда. Вообще ситуация в церкви примерно такая. Предположим, какой-то молодой человек захотел стать священником. Его отправят, скорее всего, в какой-то захолустье, чтобы он там взял старый дореволюционный развалившийся храм, его восстановил. А как он его восстановит? Первое, что делает молодой священник, он идет ко всем людям, у кого есть деньги и влияние. К мэру, к губернатору пытается попасть на какие-то приемы. К бизнесменам помельче, покрупнее, ко всем. И он пытается выпросить на ремонт, на ремонт, ребятки, мне нужно на штукатурку, на шпаклевку. А вот наладить электричество, наладить обогрев. Если у священника удается, он становится полноценным настоятелем. Потом, ну, ты показал себя в деле, ты восстановил целый храм, у тебя сформировался приход, у тебя есть связи с людьми, у которых деньги. Окей, тебе можно доверить восстановить еще храмы. Рядышком. Может быть, где-то в другом месте, может быть, рядышком. Формируется целое благочинение. О, ты уже благочинный, ты уже не настоятель одного храма, ты заведуешь определенным числом храмов. Если человек к этому времени не женатый, холостой, то он может продвигаться выше по церковной иерархии, он может стать епископом. Что делает епископ? Собирает деньги со всего региона. Он обязан обойти всех бизнесменов, всех чиновников, всех, кто может дать сколько-то денег. И значительную часть этих денег, это не для себя. Он это передает наверх, в метрополию, а метрополию передает это в патриархию. Короче говоря, современная работа священников, она состоит не в посте и молитве. Современная работа священников состоит в поиске денег на организацию жизни в храме, потому что иначе ты просто, ну, государство тебе денег не выделяет, никто тебе деньги не выделяет. Поэтому задача найти деньги где угодно, как угодно. Поэтому что хочешь делай, в лепешку расшибись, но нужны деньги на, ну и собственно на себя самого. У тебя не будет банально зарплаты, если тебе никто пожертвований не будет давать. Одними там крещениями и венчаниями сыт не будешь. Поэтому от успешности поиска денег, деньги в церкви сейчас, вдумайтесь, это показатель умения священника работать. Если ты хорошо, красиво молишься, организуешь службу, у тебя хор красиво поет, то к тебе, наверное, больше людей будет приходить, больше будет пожертвований давать. Покажи эти пожертвования. Ах, нету, мало, значит ты плохой священник, ты плохо работаешь. Ребят, патриарх Кирилл. Вот такая ситуация в церкви. Вот есть первый священник, да, он ругается, он чуть ли не матерится, но черт возьми, я чувствую, что этот человек болеет за меня душой. Он, вот мне он близок. Потому что он хочет, чтобы нас было много, чтобы у нас была нормальная жизнь, с хорошими школами, поликлиниками, больницами. Чтобы мы чувствовали себя людьми, понимаете, чадами божьими, а не то, что делает патриарх Кирилл. Почему он именно сейчас начал об этом говорить? Уж не потому ли, что вроде как пошел курс на раскулачивание? Уж не потому ли, что сейчас он чувствует, что у него тоже могут отнять его огромные, колоссальные накопления, которые почему-то не тратятся на церковную жизнь, на семинарии, на монастыри, на благотворительную помощь нуждающимся. Хорошо, мы часто ругаем государства за то, что они, они, черт возьми, до сих пор продолжают собирать деньги на лечение тяжело больных детей, даже после того, как Путин сказал, все, с этим покончено, мы нашли, где брать деньги. Хорошо, а где была церковь все эти годы? Где была церковь? У патриархии точно есть средства, чтобы покрыть все эти операции тяжело больным детям. Они есть, я точно знаю. Другое дело, что непонятно, куда они идут. Совершенно непонятно. А пока мы тут сидим и прозябаем с таким патриархом, церковь, она должна быть социально ответственной. Социальная ответственность, она состоит в том, что они должны отстаивать наши интересы. Если церковь собирает вокруг себя людей, считает себя нашими окормителями, нашими духовными отцами, то, простите, отец, вот первый человек, первый священник, который я вам показал, он похож на отца. Как бы выражался, какими словами говорил бы отец изнасилованной девочки или сбитого на пешеходном переходе ребенка. Что бы? Вот это близко к тому, что мы услышали от первого священника. А у патриарха Кирилла все хорошо, у него нет никаких проблем. Он рассказывает о том, что у него нет денег. Мы должны в это поверить, друзья. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, делайте репосты, высказывайтесь в комментариях. Интересно, что вы думаете об этом. До новых встреч, пока!